коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня у нас на обзоре такая тема как формализация формализация есть упрощение до каких-либо терминов определений определенные условия которые необходимо выполнить для дальнейшей торговли либо для дальнейшего анализа ну и так как у нас сегодня я покажу торговлю от лимита до 2 похожие ситуации в одном случае это будет отбой в другом случае пробой то есть первое что необходимо сделать это определить эту модель исследования до тестирования который мы будем проверять на истории и в дальнейшем пытаться применять на практике то есть необходимо выбрать что-то одно например торговлю от лимитного участника формализуем те условия которые должны выполняться то есть лимитный участник это большой объем одного участника рынка либо совокупный объем нескольких участников рынка которые сдерживают цену от дальнейшего движения то есть неважно с какой стороны мы идем будь то сверху будь то снизу у нас возникает ситуация когда несколько баров подряд если мы рассматриваем то младшие таймфреймы бьются в одну цену и есть понимание что в рынке появился крупный лимитный участник для который не дает цене преодолевать определенное значение то есть первое условие для формализации это проявление лимитного участника и когда мы себе в чек-лист либо в условии до которые должны выполняться для торговли от лимита первое наше условие формализованное будет это наличие лимитного участника и более обширное понятие да что мы видим на графике что несколько баров подряд у нас бьются в одну цену и цена не может преодолеть какое-то значение и вот таких вот условий необходимо создать несколько слишком много не надо потому что если будет слишком много условий то мы будем множество торговых ситуаций фильтровать тем идеальные ситуации которые будут появляться они будут не частые и можно просто перегореть то есть когда мы ожидаем ту или иную картиночку на графике время ожидания будет существенно больше торговое время будет мало и начнете вот это вот подкручивать желание постоянно присутствовать в рынке то есть ожидание до возвращаясь к предыдущей теме терпения это это тяжело как бы соблюдать поэтому слишком много условий накидывать не нужно там три четыре пять условий выписали формализовали их что должно быть на графике и затем переходим к базе исследования да то есть мы уходим в историю и на истории ищем аналогичные ситуации для того чтобы отработать модель если на истории с теми условиями которые вы определите да если на истории сделки статистика по бумажным сделкам будет положительная то значит эту торговую модель можно начинать применять на практике тем самым проводя так называемый forward тест поначалу но я рекомендую небольшим объемом заходить и как бы уже в реальном времени если все получается на реальных сделках то уже увеличивать объем дома рабочего и собственно применять на практике разберем две ситуации первое это проявление лимитного участника это российский рынок компания пик застройщик последнее время довольно таки часто проявляются лимитки на 5 минутки и поджать и отбойной модели данном случае уровень такой локальный ситуация такая что мы коснулись однажды поджали второй раз провалились и вышли обратно то есть это все сложный ложный пробой после этого цена закрепляется на уровне конкретно к компании пик я жду десять пяти минуток которые не будут перебивать уровень и чтобы цена далеко не уходила то есть если есть 10 баров наличие выравнивания да то есть чтобы не было поджать и вот проявление лимитного участника и интерес покупок который превосходит интерес продаж в данном случае привел с выравнивания by limit в данном случае опять таки на значение там поближе к уровню стопик сразу за уровень и даже первичного движения уже будет достаточно для того чтобы забирать профи то есть мы при торговле от лимитного участника ну либо проявление до совокупных крупных объемов там множество например участников на одной определенной цене если цена не может ее пройти мы видим выравнивание то можно заходить в отбойную торговую модель с целью извлечения прибыли и очень похожая картиночка только наоборот это газпром по сути дела все тоже самое только здесь мы сначала легли под уровень сделали движение а после возврата уже поджались и получилось пробойная сделка то есть и там и там торговли от лимитного участника но разные торговые модели формализуем условия что должно быть наличие поджатия в данном случае это дневка была на газпроме ситуация но в моменте времени предостаточно для формирования торговой модели то есть мы снизу постояли и после поджатия довольно таки много времени прошло поэтому условия выполняются коротенький стоп коротенький take я стараюсь забирать немного до предыдущих каких-то экстремов если не слежу за сделками то фиксированный take profit и жду сработки либо стопа либо тэнк если есть возможность последить и видно что инструментом делать какие-то импульсные движения безостановочные без каких-то глубоких откатов то можно позицию потянуть где-то применить там частичные выходы где-то полным объемом ехать то есть все зависит от тех или иных ситуаций поэтому формализуйте условия знаний у всех предостаточно нужно эти знания коротко изложить на бумагу либо например там вордовские какие-нибудь документы создать немного условий найти пару-тройку идеальных ситуаций с точки зрения условий как примеры и погрузиться в базу исследования до рынка на истории с целью поиска аналогичных если находим то неважно стоп ли take ли это бумажные сделки нужно записать что то вот на истории например я нашел там 30 аналогичных ситуаций там 15 ситуаций но привели к стопу 15 ситуаций привели к тэйку то есть это отличная статистика 50 на 50 но при соотношении тэйка к стопу не менее трех к одному на дистанции будет сильно положительная динамика берем эти же самые условия и идем на форвард тесты то есть берем одну единственную конкретную модель ни на что больше не отвлекаемся и пытаемся ее применять на практике ждем выполнение тех или иных условий отслеживаем движение инструментов и если условия выполняются то совершаем сделки опять-таки ведем статистику первичная статистика очень важно что будет как подспорим до в будущем то есть те за те сделки которые совершаются в реальном времени они на истории они но мы не видим график справа и вот эти вот моменты принятия торговых решений это тоже будет играть немаловажную роль потому что кто-то с легкостью до открывает сделки кто-то боится кто-то начинает двигать стопы то есть вот это все подключается немножко психология самое главное сохранять хладнокровие и выполнять условия которые мы сами себе поставили которые работали на истории если на истории работает пытаемся применять на практике получается при тестировании сохранять положительную динамику добавляем в свою торговлю в свою торговую стратегию у вас есть бэк тесты есть форвард тесты поэтому можно смело будет применять при положительной динамике естественно вот формализация очень важно на самом деле кто бы что не говорил вот эти вот маленькие тонкости какие-то моменты там вот если три баров поджать и можно заходить можно если это правильные места и на дистанции это плюсово кто-то например будет искать это где-то в каше находить и конечно это неправильно если мы там быстро поджимаемся гнев к гневке то почему бы и нет и вот эти вот моменты их нужно все занести на бумагу как у вас будет протокол отбора до на истории тех или иных торговых ситуаций и пытаться извлекать из аналогичных моделей до торговых в реальном времени уже реальную прибыль вот надеюсь тема будет полезная ставьте стопы забирайте треки всем удачи пока пока